В Тверской области активно идет народное онлайн-голосование по выбору объектов, которые будут приведены в порядок в 2022 году. На платформе Минстроя предлагается к выбору несколько проектов благоустройства городских общественных зон, как в областной столице, так и в муниципалитетах. Это скверы, парки, набережные, дворы и другие территории. Голосование стартовало в конце апреля. На сегодняшний день свой выбор сделали свыше 12 тысяч жителей Верхневолжья. О том, как и где можно проголосовать, а также, что хотят изменить в общественном городском пространстве жители Твери, рассказываем в следующем репортаже. Всего на Суднародный вынесено 15 объектов благоустройства общественных зон во всех четырех районах города Твери. Всего по три места в Заволжском, Московском и Пролетарском районах. В Центральном целых шесть. Тверская площадь, берег реки Тьмаки, пешеходная зона у Острова памяти и Вечного огня, набережная Степана Разина и, конечно же, улица Трехсвятская. Улица Трехсвятская единственная пешеходная в городе улица. Это своего рода Тверской Арбат. Излюбленное место отдыха тверичан. Будет ли она благоустроена или нет, будут выбирать сами горожане на сайте благоустройства. На Трехсвятской планируют сделать зону для активного передвижения пешеходов и так называемые островки отдыха. В рейтинговом голосовании участвуют и сквер у памятника Салтыкову-Щедрыну. У цирка планируют сделать большую удобную площадку для проведения городских мероприятий. В списке участников также проспект Чайковского, берег реки Тьмаки и другие популярные у населения площадки. Мы спросили у жителей города, чего, по их мнению, не хватает в городском пространстве. Здесь нигде не присесть, нет никакой зоны, где можно было бы с детьми, например, отдохнуть. Больше каких-то развлечений, которые бесплатные. Можно было бы сделать площадки разные, чтобы заниматься спортом люди, как театры. Те яблоньки, на которых больно смотреть, это абсолютно не украшает эту улицу Трехсвятовскую. Это не парк. Поэтому как-то надо, наверное, более классически подходить. Я считаю, что спальные районы больше нуждаются. У нас в поселке химинститута бывший детский садик. Это просто ужас. Уже что-нибудь там надо сделать, хотя бы какую-нибудь детскую площадку или что-то. Центральный район всегда притягивает интерес гостей города. Ведь здесь сосредоточены известные туристические объекты. В последний год Верхневолжье вызывает небывалый интерес у жителей соседних губерний. Мы пообщались с группой туристов из разных городов и узнали, почему они выбирают именно наш город и что им здесь интересно. Мы приехали из Петербурга посмотреть Тверь. Красиво, хорошо. Местный Арбат. Тверь наш старинный городок красивый. Поэтому и приехали. С ребенком показать ему. Мы хотели бы Екатеринский дворец. Ну и так музей посмотреть. И от нас недалеко, и комфортно. Тут друзья уже были здесь. Ну вообще все нравится у вас. Да, как свободно. Да, и чисто, и красиво. И так спокойно. Люди приветливые. Так что все нравится. И разные кафешки хорошие форматные. Таким образом городская среда должна быть комфортной и для тверичан, и для туристов. Принять участие в голосовании может каждый житель региона старше 14 лет, у которого есть регистрация на портале госуслуг. Проекты благоустройства представлены на сайте 69городсреда.ру. Причем не только в самой Твери, но и в ряде муниципальных образований. Продлится голосование до 30 мая. На сегодняшний день в нем приняли участие более 12 тысяч жителей региона. Финансирование работ по благоустройству будет идти по программе формирования комфортной городской среды в 2018-2024 годах. Так, в прошлом году в голосовании приняли участие более 27 тысяч человек. Тогда рейтинг проектов возглавили Мигаловская набережная улица Хромова-Бульвар-Гусева. Продолжение следует...